всем привет дорогие мои друзья начинается пикировка массовая пикировка здесь уже показываю как чувствует себя остеосперму вот такой вот распикированный был несколько дней назад это первая партия томатов черри черная жемчужинка и вот здесь тоже черная жемчужинка два дня назад их распикировала смотрите как хорошо не себя чувствуют бодренькие все такие стоят здесь перчики но перчиков мало совсем я их сеяла прям в стаканчике потом просто путем перевалки пересажу горшочки побольше здесь тоже помидорки это вот вчерашняя пикировка хочу вам рассказать почему именно так такого размера я пикирую томаты во первых потому что бабушка так делала и почему так это делаю я сейчас все расскажу вот сколько у меня еще работы по пикировке томаты здесь здесь три сорта томатов и вот здесь последний посев тоже уже подрастают это жгучий перчик тоже сходит но как-то плоховато всходит здесь гораздо больше семян баса посеянная чем они взошли давайте посмотрим на бальзамины которые я пикировала совсем крошечными посмотрите как они чувствуют себя смотрите очень даже прям радуется за них на сердце мое садоводческой даже самые маленькие тоже ведь какие зелененькие вот смотрите вот они все достаточно себя хорошо чувствует поэтому не бойтесь пикировать маленькую рассаду если у вас есть такое же терпение как у меня все эту мелкотню переносить с одного места другое но зато они меньше болеют вот это вчера распикированные томаты вот они всем стоят все галочки зелененькие здесь самые самые малюсенькие с очень вообще практически отсутствовал корневая ну все вот так четыре штучки в одну после рассажу а так вот они все хорошо себя чувствуют рассказываю почему делаю я так почему не дожидаюсь пока начнут вырастать там одна-две пары настоящих листочков посмотрите сею я не очень глубоко и вот они уже они когда выскакивают они прямо через ну там два-три дня вот такие становятся длинноногие и корешок то у них вот прямо ну близко близко к поверхности давайте ковырнем одну штучку вот смотрите покажу на вот этом сорте видите какие долговязенькие главное не забыть откуда я его взяла так смотрите если мы сейчас достанем один томатик то мы увидим вот что боковые корешки только-только начали формироваться центрального корня но можно сказать есть он конечно такой для этого растения он такой какой нужно я его так отщипываю все беру такой стаканчик 200 граммовый хорошенечко так плотненько накладываю грунт туда набиваю и делаю лунку настолько глубокую насколько длинный вот этот томат вот прям по уши будем его закапывать зачем так делать потому что вот на этом стволике на этом стебель очки везде будет образовываться корневая система и если сейчас не высадить их подождать еще этот ствол будет еще длинней и куда уж глубже будет нужно брать стаканчик вот так делаю поливаю водичкой чтобы пару дней вообще не поливать и не заглядывать и не поднимать пленку все опускаем туда томат вот прям так по самые уши и все закрываем его туда так все прикопали все вот так томат распекирован сейчас когда он таком маленьком еще возрасте но немножко шокирован оторван от корней он долгое время не будет вытягиваться пока у него там начнут сформироваться корешки вот пройдет время такой какой нам нужно если еще дольше ждать они будут еще больше вытягиваться потом придется просто либо состригать с этого корня с основного либо кольца закольцовывать не тот не другой вариант для томатов мне не очень-то и нравится кольцевать в стаканчик это не очень удобно и вот остеоспермум я раз пикировал недавно совсем там некоторые пришлось закольцевать но это знаете затрата времени ну и растение мне кажется не очень-то удобно поэтому пикировку томатов я делаю вот так и вот в таком вот возрасте еще ближайшее время буду вот такую черри сеять скоро скороплодный через сорт растет без хлопот в открытом грунте и вот такой вот махровый бальзамин клубника со сливками а еще что я накупила я накупила еще таких вот балконных огурцов это мне братик мой любимый попросил на балконе хочет тоже вырастить что-нибудь себе вкусненького на салатик вот выращу ему и подарю ему эту рассаду а еще сейчас я вам похвастаюсь тебе накупила это клубни новых бегоний клубнивых они очень даже такие спящие росточек есть только может быть на одной-двух штучках покажу какие они прям сухарики такие вот всегда когда берешь в магазине они прям сухари мои тоже сейчас как сухарики подсохшие вот смотрите какие спящие здесь почечки вот скоро мы будем с вами будить и высаживать любители клубнивых бегоний прошу любить и жаловать вот здесь у меня подписано даже лососевый лососевый красный оранжевый темно-красный красно-желтый есть почему ты купила себе в коллекцию 6 новых цветов крупноцветковой бегонии будем скоро их будить